Добрый день! С вами Юлия Черняева и это универсальный формат на телеканале Самара ГИС. Всех приветствуем и всех поздравляем, конечно же, сегодня, ну, во-первых, для кого-то хорошо, для кого-то грустно, но 1 сентября – это день знаний, день, который, может быть, многие из вас очень долго ждали. Ну и, конечно же, наступление осени. Кто-то отмечает, кто-то грустит. В любом случае, поверьте, эта осень нам готовит очень много интересных и ярких событий, которые в нашем городе будут происходить. И с большим удовольствием мы будем с вами эти события обсуждать, приглашать гостей удивительных, каких-то рассказывать о фестивалях и каких-то событиях, которые уже совсем скоро в нашем городе состоятся. Телефон прямого эфира – 202-11-22. Звоните, задавайте свой вопрос нашим гостям. И, конечно же, будем рады, если вы будете и на наши вопросы отвечать. Сегодня разыгрываем пригласительные билеты в кино, в киномечту, два комплекта, на двоих каждый. Будут заданы кинокадры, специально для вас, связанные с нашей сегодняшней тематикой. Ну, в общем, дерзайте, друзья. Итак, фестиваль книг, он совсем скоро уже пройдет в нашем городе. Если читают все, так решили мы назвать тему нашего сегодняшнего эфира, давайте с большим удовольствием знакомиться с организаторами этого фестиваля. С нами здесь Виолетта Вихаева, организатор фестиваля книг. Здравствуйте. Здравствуйте. С нами также здесь организаторы. Это Сергей Баландин. Здравствуйте. Здравствуйте. Оксана Котлерова. Здравствуйте. И организатор книжной барахолки в рамках фестиваля книг Евгения Терский. Здравствуйте. Ну что, Сергей, первый вопрос, как выяснилось за эфиром самому главному из организаторов. Что за фестиваль книг и кому в голову вообще пришло такое организовать у нас в Самаре? Ну вот сама идея пришла не только мне. Как раз мы с Евгением общались и поняли, что нам не хватает в городе умных, интересных, редких книг. Мы не столица, и книжные магазины у нас не так развиты. Нет такого большого спроса, как там, где вообще эпицентр культуры. А хотелось бы, чтобы это у нас было. И поэтому мы подумали, что у каждого из нас есть немножко интересных книг. И мы могли бы их предложить показать людям, да, дать почитать, полистать, а может быть даже и продать. Почему бы библиофилы города Самары не стали бы обмениваться, да, и продавать друг другу, делиться как-то своими сокровищами. Из этого вышла идея, что можно организовать книжный фестиваль, который вот в галерее и состоится. И уже потом уже наши собственные идеи, которые уже были нами наработаны, это круг общения, да, когда люди рассказывают о любимых книгах. Это презентация каких-то романов. Мы это все объединили, вот получился такой праздник. Тут уже нам галерея помогла. Кстати, что касается галереи. Девушки, давайте расскажите, как вообще ребята на вас вышли, какая реакция была. Согласились ли сразу? Кто возьмет на себя, Велит? Начнем с того, что мы все трое сотрудники галереи. Так, в общем-то. Искать никого не пришлось. Да, в общем-то, да, мы давно работаем с сложенной командой, и поэтому, в общем-то, у нас очень многие проекты получаются. Вот, каждый отвечает за свое направление, но не могу сказать, кто конкретно выступает инициатором. Именно инициатором круга общения вот эта тема была Оксана Котлерова. А инициатором фестиваля книжного стал вот Сергей Баландин. Вот, в общем-то. Такая команда у вас. Да, у нас команда, да. Кто-то, в общем-то, генерирует идеи, а вот мы их сообща, воплощаем. Ну, к слову, тогда Евгению вопрос. Что же будет на барахолке? На барахолке будут специально отобранные книги мной и Сергеем, которые мы, которые не стыдно продать, еще раз передать какие-то новые руки. То есть, это книги, которые, скажем так, точно не советских издательств, не какой-нибудь там Куйбышевской книжеской издательства 1989 года, книжка, которая лежит у любой бабушки, там, у любого из нас дома. То есть, это книжки, которые все-таки представляют какую-то ценность как для владельца, так и для того, кто ее купит. То есть, в принципе, готовы к тому, что народ будет покупать. Конечно. А можно ли, да, принести какие-то свои книги? Можно принести, но нужно все-таки понимать, что мы будем отбирать их. А каков отбор этот? Субъективный? Отбор субъективный, но все-таки основываясь на каком-то понятии о вкусе. Вот, так далее. Ну, какие, может быть, приоритеты? Что хотите? Приоритеты – это точно не книги, которые были изданы там пятисоттысячными тиражами все-таки. Какие-то редкие экземпляры? Это могут быть редкие экземпляры, это могут быть какие-то книжки иностранные какие-то, на английском, на немецком языках. Вот, то есть, все, что на самом деле хотелось бы просто дать другим людям почитать, что вы сами когда-либо прочитали, да. Не просто книжка, которая лежит и от которой хочется избавиться. Ну, вон оно что, друзья, ну, задавайте свои вопросы, если они есть нашим гостям, организаторам фестиваля книг. Вопрос у меня такой, я не знаю, каверзный, не каверзный, подковырка или нет. Что вы сами-то читаете? И что прочитали, может быть, что порекомендуете? Сергей, что читаете сейчас? Вот, кстати говоря, я читаю сейчас ту книгу, о которой услышал во время наших же мероприятий балерейных «Круг общений», когда Роман Черкасов, киновед, посоветовал нам всем почитать книгу Ролана Барта «Мифология», где он анализирует как бы современность, ну, с точки зрения того, что поиск таких настоящих причин того, что происходит вокруг нас, да, некая подоплека, да. И я вот читаю эту книгу, с удовольствием же дошел до середины. Так, Оксана, что читаем? Ну, честно говоря, я тоже увлеклась Роланом Бартом после нашей лекции, но как-то дела у нас не пошли, и, может быть, стоит отметить, что у нас в галереи мы продаем издания из Москвы, и так как мы рассказываем о них людям, то больше, так, «Круг нашего чтения» — это в основном книги об искусстве, и чтобы мы могли поддержать разговоры, что-то посоветовать нашим гостям. Виолетта, что читаете? А я вот прочитала книгу Эндрю Соломона «The Irony Tower», и о ней я как раз буду рассказывать на фестивале 5 сентября в рамках вот этого проекта «Круг общения». То есть будет такая презентация этой книги. Мне очень она понравилась. Она о художниках во время перестройки. В общем, художники, которые жили долгое время при Советском Союзе, что, в общем, с ними случилось в момент перехода к рыночной системе? Что стало с искусством? Что поменялось? Перешло ли искусство? Да, да, да. Это очень любопытная такая история о том, как художники выехали за границу, какие там начались у них приключения, почему многие художники вернулись, что помешало им остаться там. То есть это очень любопытная такая история, рассказанная причем американцам. То есть это такой непредвзятый взгляд. То есть это не история изнутри, это взгляд постороннего человека на ситуацию, которая происходила в нашей стране в 90-е. Очень любопытно. Друзья, ну присоединяйтесь, если вдруг какие-то вопросы возникают, звоните или стесняйтесь. Жень, что читаете? В данный момент читаю две книжки. Обе в оригинале стараюсь читать. Читаю «Кавку. Процесс» на немецком. И читаю «Алису в стране чудес» на английском. И каково это? Во-первых, оригинал, так еще и две книги. Да, да, да. Вот смысл не в том, чтобы там еще раз прочитать какую-то книжку, а все-таки уловить вот стиль автора в оригинале. То есть... Крыла с «Кавкой». Мне, кстати, похоже, мне кажется. Есть, да, кстати, есть предупреждение, что у «Кавки» какой-то очень сложный язык. На самом деле у него очень простой немецкий, такой канцелярный немецкий. И просто длинные предложения. То есть заморачиваются наши переводчики. Просто длинные предложения. Вот это сложно. Ухватить начало и конец. На самом деле у него очень простой язык. Ну, здорово. Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира. Давайте сейчас с вами немножечко поиграем и начнем с кинокадра. Все мы читаем, все мы так или иначе ходим в какие-то библиотеки. Ну, вот откуда кадр из этого замечательного фильма? Если вы угадали, что за фильм, звоните. 202-11-22. Будем рады вашим звонкам. Ну, а так как у нас сегодня 1 сентября, и, конечно, мы не могли спросить горожан на улицах, как вообще, помнят ли они свой первый день в школе, и вообще какие эмоции, впечатления у них остались, предлагаю посмотреть. Вам как раз будет время на то, чтобы угадать и получить билеты в киномечту. Звоните. 202-11-22. Я считаю, что нисколько не сложнее. Как-то им интереснее и лучше сейчас учиться. С какой-то стороны проще, с какой-то сложнее. Проще все-таки сейчас много информации получить из интернета. Ну, а сложнее, я считаю, у них нагрузки больше, чем было 20 лет назад. Я думаю, проще. Ну, они более оснащены, чем дети прошлого. Другой вопрос, что у учителя, конечно, уровень преподавания, но мы в школе сейчас ниже гораздо, чем в том, что было раньше. Я это сужу по своим детям. Мне кажется, сложнее, потому что дети психически настроены на какие-то трудности, которые преодолевать с ЕГЭ связаны. Мы как-то надеялись на себя, а сейчас на 8, наверное, они надеялись. Я считаю, что современная школа, по-моему, не настолько сложна, как пытаются ее представить. Наверное, сложнее. Почему? А почему сейчас много нужно знать? Мы по учебникам учились, а сейчас нужно знать, кроме учебников, очень-очень много. Я думаю, в принципе, наверное, ничего не изменилось. Единственное, мне кажется, что вот насчет платного закона образования, вот это меня пугает. То, что если станет платной школой, это будет очень ужасно, потому что я считаю, что дети должны в полной мере получать бесплатное образование. Сложнее, потому что ленивые. Скорее всего, учиться эквивалентно, потому что программы все равно подстраиваются под тот уровень, который нужен на данное конкретное время, научный, университетский и прочее. Сложнее, потому что я считаю, что программа не рассчитана на... Ну как, она более сложная, но по идее, как бы, она не дает столько знаний, сколько раньше. То есть раньше упрощенно было, все проще, намного доступнее детям. Я думаю, легче. Ну, сейчас столько литературы, столько вообще всяких каких-то... Не надо. ...даполнительной информации у детей, что мне кажется, сейчас намного легче. Мы рассказываем про фестиваль книг, читают все, и 5-го числа приходите, обязательно будет интересно и весело. Ну, а пару минут назад мы буквально задавали вопрос, загадали кинофильм, кинокадр, и поступил нам звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Надежда. Надежда, очень приятно. Надежда, скажите, пожалуйста, как давно вы брали книгу в руки? Давно. А что же это было за книга, если не секрет? Даже не помню. Давно читала. В кино ходите в основном, наверное? Да, да. Ну, понятно. Давайте угадаем, что же за фильм мы загадали. Московский, Дангей. Кадр, да, из замечательного фильма, как раз-таки в библиотеке главная героиня сидела, выглядывала. Мужчину мечты. Спасибо большое вам за звонок. Ну, вот, очень часто, ребят, кого спрашиваешь, так или иначе, у нас всегда поднимаются какие-то темы книг, библиотек, авторов. Не читают люди. Вот какова, не знаю, сверх задача, цель вашего фестиваля? Ну, понятно, что на один день все поддержат книги в руках, почитают, пообщаются. Потом-то все равно, как вот это привить? Ну, знаете, то же самое говорят, например, про ночь музеев. Они придут на один вечер, и больше их в музей не загонишь. Но уже один этот вечер, это уже много. А во-вторых, мне кажется, что люди не читают. Ну, вообще, люди делятся на... Ну, много групп, да, людей. Не, как сказать, есть группы людей, которые не читают, а есть группы людей, которые читают. И мы бы не хотели, чтобы, увлекаясь интернетом, телевидением и кино, мы перестали думать о той группе людей, которые читают. Ну, понятно, но хочется верить, что... Какую аудиторию все-таки вы надеетесь привлечь на свой фестиваль? Ну, на самом деле, сейчас уже есть большая аудитория просто активной молодежи, активных людей, даже не только молодежи. К нам и пенсионеры ходят на все, на любые мероприятия, даже те, которые мы думаем, ну, это только вот для студентов-хипстеров. А бабули приходят. Да, абсолютно. То есть, мне кажется, культура — это настолько открытая вещь, что туда приходи, кто хочешь. И люди приобщаются к книгам точно так же легко, как приобщаются к музыке или, ну, каким-то просто тусовкам. Угу, просто тусовкам. Кстати, кто ответственный за мероприятие в день фестиваля? Кто прорабатывал, кто составлял программу? Это было совместное. Это была очень совместная работа, потому что это такой большой труд, который ты просто не можешь залить на себя и сделать все качественно. Поэтому мы разделяем задачи на несколько частей. А были ли споры? Кого приглашать, кого не приглашать? На самом деле, мы не очень долго спорим. Обычно всегда приходим к концертам. Очень, да, единогласно. Как правило, мы сходимся во мнении. Ну, предлагаю посмотреть сейчас фотографии тех ребят, тех спикеров, тех активистов, которые будут как раз-таки на фестивале книг представлены. Вход свободный, насколько я знаю. Да, ну, сейчас мы видим, что это галерея «Виктория». Друзья мои, если кто не знает, вам просто, как бы, прям стыдно должно быть, если вы не в курсе. Вам ребят потом расскажут, как найти и как добраться. Ну, рассказывайте, что будет сначала. Так, ну это уже конец. Это конец. Это диджей Протон, который закончит музыкой, все-таки хотелось бы немножко к звукам, но он работает со старыми граммопластинками, фондом юношеской библиотеки, ну у него есть и своя коллекция, он знакомит людей, он просто фанат этого дела, с уникальными какими-то записями неизвестных композиторов, какие-то джазовые подборки, какой-то неизвестный рок. Это действительно интересные, какие-то мало, опять-таки, тиражные пластинки, которые появились в конце 80-х. Просто чудо. Ну, вот Ирина Владимировна Самарукова, профессора госуниверситета, не так давно стала известна еще и как писатель. Она несколько повестей уже выпустила, презентовала, и вот будет ее роман «Тюратам», такое вот странное название о таком фантастическом будущем. И литературный музей будет проводить свои мастер-классы, у них большой опыт работы с людьми, в том числе, да, на своих фестивалях. Вот они придут, тоже откроют свой стенд, скажем так, и будут развлекать. Чем-то удивлять, да, такими неприятными? Ну, тоже связанным с книгами, это и фистолярный жанр там и так далее. И вот уже дошли до круга общения. Вот Олег Горяйнов, киновед, киноклуб «Ракурс», будет рассказывать о книге, посвященной, ну, такое довольно страшное название «Искусство и революция», да, но имеется в виду, это такие активная позиция художника в 20 веке, зарубежное искусство преимущественно, зарубежный автор. Виолетта, может быть, ну, она только что, да, рассказала. Да, я только что, да, уже сделала презентацию. Да, «Айронитауэр», «Ироничная башня» переводится название, ну, вот, ждем. Что-то там, я так понимаю, какой-то интерактив, да? Интерактив, ну, я сделала небольшую презентацию, как бы обычный формат, любопытное, да, название «Айронитауэр». Может быть, стоит подробнее о свечем формате, вот Костя Зацепин тоже будет рассказывать о книге, 5 лекций о кураторстве. Суть формата в том, что многие читают книги, книги близкие им по духу или к их работе, и идеи вот этого мероприятия, круг общения или круг общения в рамках нашего фестиваля, познакомить в очень легкой форме, очень быстро, не пересказывая сюжет, заинтересовать аудиторию книгой, так как вот Роман Черкас заинтересовал Сергея. Зацепил. Да, зацепил, вот мы говорим о том, что люди не читают, потому что думают, что книге это скучно или это устарело. Мы стараемся подобрать такие книги, чтобы людям было не скучно слушать и не скучно потом взять эту книгу в руки. Да, опять-таки вы спросили у каждого из нас, что мы читаем, и мы, соответственно, такой же вопрос задаем известным людям города, культурным лидерам, скажем так. И всем интересно, что же они читают, что для них важно, какой книгой они поделились. Ну, у нас есть еще программа, вот, я так понимаю, с голоду никто не умрет, по крайней мере, в течение всего дня. Червячка можно назвать. Червячка, да, и ни одного в том числе. Галерейное пространство все знают. Галерея Викторию, может быть, только приобщается благодаря вашим удивительным каким-то событиям, мероприятиям. Как вас найти? Так, 297 маршрутка. Это Некрасовский спуск, это берег Волги, то есть это очень легко, то есть это самый первый дом на улице Некрасовской. Мы стоим, вот просто наше здание находится на набережной Некрасовского спуска. Так хорошо устроилось. Да, очень красиво, легко, да, гуляя по набережной, можно заглянуть в галерею. Вход на, правда, с улицы Алексея Толстого, ну, то есть нужно немножко подняться, да, чуть-чуть интеллектуальное, так сказать, усилие, но найти можно, да. И как вот получается, что сейчас в галереях, в музеях очень много молодежи работает? Это какой-то, я не знаю, тренд новый, что народ идет, молодежь идет работать в музее, в галерее. Хочется тоже как-то прокомментировать этот вопрос. У нас, правда, очень хорошая молодежь, у нее очень много энтузиазма. То есть молодежь очень любит что-то новое, что-то интересное, и хочется предлагать. То есть, возможно, какие-то старые форматы, ну, правда, люди, воспитанные в другой системе, сейчас не так интересны. Может быть, у них колоссальный опыт, но, тем не менее, молодежи хочется чего-то более свежего. Всегда, и даже, я хочу сказать, что даже люди взрослые предпочитают приходить на выставки, ну, в общем-то, современные и какие-то, ну, не знаю, авангардные, где применяются новые технологии, новый какой-то взгляд. Пусть даже на уже существующее искусство, всем известное. Но если дается новая какая-то интерпретация, то это пользуется, да, 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 это пользуется большим спросом и интересом. Так что, очень, молодежь нужна, необходима. Здорово. Ну, вот, хотела спросить, барахолка, которой Евгения заведует, она будет в течение всего проходить фестиваль или со скольки до скольки, и как это будет проходить? Ну, прям настолько точно не могу сказать, я не думаю, что это такой уж принципиальный момент, но, то есть, да, то есть это будет просто как часть, логичная часть мероприятия. Вот, то есть человек может в любое время не опоздать, там, и, в общем, время работы, выставки, мероприятия посетить. А вдруг к вечеру все самое интересное расхватают? Не исключено. Сами виноваты. А может быть, тот к вечеру поднесет самую редкую книжку и решит продать, в конце концов. Да, ведь книги могут поступать целый день. Ну, конечно, мы всем рекомендуем приходить к четырем часам, но сначала в четыре, прям можно за полчаса. Очередь заняться. И сторожить, да, интересоваться. Потому что, дело в том, что кроме барахолки, да, где можно тоже полистать, поискать, покопаться, что-то себе выбрать, у нас будет еще и большой читальный зал. Мы тоже книголюбы. Я заметила, что папа в книге читает. Свои книги и сотрудников ее. Свои книги будут показывать коллектив «Цирка Олимп». Это одно из старых издательств, скажем так, да, которые у нас существуют и издают не только самарских авторов, но и общероссийских, Всеволод Некрасов, уже таких легенд русской поэзии, литературы. Они будут показывать редкие репринтные какие-то, сам издатовские вещи, арт издат, да, книги, иллюстрированные большими художниками, Эрикам Булатовым и так далее. И поэтому там, может быть, не только, значит, купить, да, но и просто посмотреть, именно посмотреть книги уникально сделанные, с красивыми иллюстрациями. Иллюстрациями. Будет время, будет чем заняться абсолютно точно. А читки будут какие-то? Ну, вот Ирина Владимировна будет читать фрагменты из своего романа, презентовать. А молодые авторы какие-нибудь? Прозаики самарские? Мы решили не перегружать, скажем так, звучащим словом, да, ну, художественным. Все-таки на слух, мне кажется, литература не так, может быть, по крайней мере сейчас, в 21 веке не так звучит, да. Прошли времена античные, когда современная литература, она очень часто, особенно прозаическая, да, она рассчитана на такое внутреннее чтение. Поэзия, да, на декламацию. Но и то, конечно, мы уже от этого формата немножко отошли, нам уже нужно что-то другое. Времена сказителей ушли. А то вдруг сидит Евгений на барахолке, да, почитывает чего-нибудь, слух на немецком. Я придерживаюсь того же мнения, что Сергей, я считаю, что вообще формат аудиокниг и прочее, это что-то очень, вообще несовместимое с самим процессом чтения. И, собственно, книжки нужно действительно употреблять внутренним каким-то образом, представляя себе картины, а все, что на слух, это... Хотелось бы разразить, да. Немножко любой формат. А сколько вот люди, которые, я знаю, вот, и серьезно меня поражают, удивляют, я не знаю, как вы прокомментируете это, которые читают книги под музыку и в наушниках, например. Включают какую-то музыку, там, радио, сидят и книжку читают. Каково это? Ну, это, наверное, очень индивидуально. Если человек может сконцентрироваться, а не терять нить повествования, почему нет? Не просто, да, проглатывать там? Если ему совершенно это не мешает. Не будем, это так тоталитарно. Но вдруг... Иногда музыку можно слышать, когда читаешь какую-то поэзию, то есть, скажем так, ее писали, когда слышали классическую музыку. Есть поэт Чарльз Буковский, он писал, большинство своих работ написал под классическую музыку. Когда ты их читаешь, ты не то, что слышишь эту музыку дословно, но, как бы, она там есть. И, мне кажется, если ты накладываешь на это какой-то еще фон, там еще что-то шумит за окном, да, то есть, я думаю, что их чтение — это все-таки вот страница, ты и все. И больше никого. Все остальное. Поэтому очень многие... Хочу подразить молодым людям, которые не любят аудиокниги. Я, можно сказать, выживаю за счет этого, потому что очень много времени мы тратим в пробках. И радиостанции, они, в общем-то, поднадоедают. Когда ты утром слушаешь час, вечером час, и когда ты включаешь аудиокнигу, то это, в общем, совершенно другая история. Пробка просто... Хочется, чтобы она тянулась вечно, если ты особенно слушаешь что-то действительно интересное и увлекательное. Я прослушала Милочку Илиаду. Я пыталась ее прочитать, и я ее не осилила. Она очень тяжело читается. Я в университете читала, читала. Кто читал Илиаду вам? Я не помню, кто именно озвучивал, но слушать было просто одно удовольствие, потому что она на слух воспринимается вообще по-другому. Потому что это действительно песня, это действительно другой слог. Это... Там не нужно вникать особо в смыслы. Ты просто упадаешь в этот ритм. Это прекрасно. Это произведение было написано как раз в эпоху сказей. Да, в сказей. И я считаю, что именно это произведение... Скоро достигнул героя своего подожданного дома. Да, да. И я хочу сказать, что есть книги, которые приятно послушать. Вот так вот, друзья. Кстати, о книгах, которые читают наши Самарцы, я предлагаю сейчас посмотреть и, может быть, удивиться ответом наших горожан, а затем вернемся в студию. Мне нравится фантастика наша, не импортная. Ну что, классика, конечно, Толстой. Войну и мир до сих пор перечитываю с удовольствием. Я последнюю что читала, наверное, Палу Куэлеву мне нравится. Алхимик. Ну, она так даже не знает. Запутана. Ну, в общем, сначала ничего не понятно, потом становится понятно и интересно он пишет очень так. Психология. Ну, психология. Психология как-то интересна, развивает, дает какие-то хоть познания. А так, ну, не знаю, что читал. Кулинарные книги, как-то сегодня читал, по-моему. В первую очередь, Библию. Там же самая большая книжка, самая лучшая. Это всеми признанными. Ну, и всем русским людям, конечно, с русских классиков начать. Ну, Хорухим руками. Еще такие вот книжки интересные бывают. Ну, Пелевин, конечно же, тоже очень интересен. Я сейчас начал учиться. Вот. Сейчас получаю второе образование. Поэтому профессии по будущей в основном книги читаю. Профессии, повар. Я вообще ничего не читаю. Не могу ничего послать. Да, но я ничего не читаю. Книги в основном читаю, скажем так, относящиеся к моей работе. Это юридические книги. Я люблю либо большие романы, такие семейные, ну, вот как у Голсуорси, вот такие вот, как у «Семья Бусардели» и «Риа». Ну, вот такие вот вещи. И русский роман такие же вот большие вещи. А с другой стороны, я очень люблю короткую прозу. Я люблю Токареву. Какие книги вы читаете? Позвоните нам, расскажите. У нас, кстати, есть телефонный звонок. Давайте узнаем, кто это. Здравствуйте. Ах, сорвался звонок. Друзья, перезванивайте 202-11-22, если есть какие-то вопросы нашим сегодняшним гостям. И, собственно, может быть, что-то хотите уточнить, возразить, поддержать, провернуть без разницы. Ваше мнение всегда нам нужно, и мы всегда готовы вас услышать. Ну, вот, срез, да, вот, прошлись по улице Ленинградской, поспрашивали. Ну, вот, не знаю, да что и сказать. Не, почему? Был очень симпатичный молодой человек, который рассказывал, советовал Пелевина, Мураками, русскую классику. Ну, то есть, это вот видно, человек с широких взглядом. Мне кажется, это просто по верхушкам похвалили. Ну, по крайней мере, это мне нравится больше, чем когда люди выбирают жанр, вот именно такой... Норвежский детектив. Нет, для ночника, то есть, вот, там, только детективы, там, только семейные романы, только, вот, то есть, вот, жанр, это значит, как бы люди просто, ну, досугом, да, мне неинтересно что-то новое. А тут вот человек искал, то есть, попробовал и классику, и Пелевина, и Мураками перекинуться. И кулинарные книги. Ну, люди разные, конечно, ни одна статистика не может всех охватить. И мы, конечно, зовем к себе разных людей, чтобы они попробовали разные книги. Есть звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте. Это прямой их, да? Конечно, прямой, самый, что ни на есть, на всю губернию. Как вас зовут? Я понял, тут взорвался, я вот смотрю, там сказали, взорвался звонок. Видим, вот, как раз мой звонок взорвался. Я хочу вот, что узнать, где это, там, ну, я хочу принести книги вам. Евгений, давайте пообщаемся, что, как вас зовут? Меня зовут Олег Павлович. Олег Павлович, что за книги у вас? Да у меня разные книги, есть подписные издания, есть, там, прям, целое собрание «Проклятые короли» и много других таких вот подписных изданий, исторических книг. Сейчас эксперт вам будет задавать вопросы. Женя, ваш клиент. Ну, тут два варианта, то есть, либо мы отбираем что-то на разовую барахолку, да, то есть, которая будет... Меня слышно, да? Либо мы отбираем что-то на одну барахолку, заезжаем к вам, забираем эти книжки, чтобы вам не тащить все и половину там возить обратно, потому что, может, что-то мы, на самом деле... Можете вы ко мне посмотреть? Да, это вы можете зайти, позвоните Викторию, вас свяжут как-нибудь со мной. А второй вариант, это уже просто, как бы, эти книжки нам сдать на дальнейшей барахолке, то есть, на реализацию. Вот, это все обговаривается. Ну... Можно сдать на реализацию? Ну, да, да, да. Так, а куда мне тогда... Я думаю, что почта в Галерее Виктория... Да, да, мы сейчас, думаю, решим этот вопрос даже еще проще. Нашему администратору, если вы не оставили телефон, оставляйте, свяжем. Ребята, я думаю, они с вами после эфира созвонятся, обсудят этот вопрос, но, пожалуйста, если еще какие-то вопросы, друзья, телезрители, есть у вас, задавайте, не стесняйтесь, фестиваль книг. Спасибо большое, спасибо. А, кстати, какие книги, ну, вот, виртуозно, как говорится, используя общепринятую метафору, разлетаются, как горячие пирожки? Что за книги? У нас был сейчас один опыт торговли, вот такой вот барахолки, да, на фестивале в литературном музее. Я, честно говоря, не уследил, какая тенденция была, свящая? Я уследил, честно говоря, как пирожки улетал вот этот самый Чарльз Буковский, писавший под классическую музыку. Отлично, отлично. Да, я выкупил, на самом деле, эти книжки у Самасского. И, конечно, художественная литература в мягких обложках или небольшого карманного формата, вот, который... Который в сумку положил и взял с собой. Да, да, современных авторов, даже и несовременных, легко, да, тоже уходит. Это приятно, это действительно, как бы, занять время интересной новой литературой. Мне кажется, по опыту работы нашей книжной лавки небольшой в галерее можно сказать, что люди хорошо покупают известные имена и неохотно берут что-то, что-то им непонятное, то, что им нужно сначала посмотреть в интернете, что это за автор. Поэтому вот каждый раз из Москвы мы привозим Энди Орхола, потому что он разлетается. Энди Орхола читают все. Вот так вот. Да, неожиданно. Это, да, кстати, хорошая новость. Друзья, ну мы с вами продолжаем играть и разыгрывать пригласительные билеты в кино. Еще один фильм на книжную тему. Сейчас смотрим, это уже фильм более современный. Если вы узнали, что за кадр, из какого фильма, звоните 202-11-22. Если, не подсказывая, смотрели, ребят, не смотрели, не знаете даже, что за фильм? Ну, думаю, что наши зрители как бы могут угадать, оценить этот фильм. Очень интересно. Я посмотрела, рекомендую. Звоните, если угадали. 202-11-22. Мы сейчас вновь обращаемся к теме 1 сентября и школьной теме. Через пару минут вернемся в студию. У вас как раз будет время, чтобы нам дозвониться и ответить на наш киновопрос. Давайте еще раз посмотрим на экран. Что за фильм? 202-11-22. Телефон прямого эфира. Мы разыгрываем пригласительные билеты в кино. Не переключайтесь. Первый день в школе. Ой, как вам сказать-то. Ну, я помню, что, да, был синенький у меня сарафанчик, астры были. Ну, и два таких бантика дурацких. Ну, и все. Ну, я волновалась, конечно, какой-то одиннадцатый классик взял меня за ручку. Но это было очень давно. В первый класс мы пошли. У нас, по-моему, 4 человека было. Из одного дома мы пошли и в один класс попали. Очень дружно и до сих пор дружно. Вот с 7 лет продолжаем дружить. На самом деле это незабываемое ощущение. Это один из тех дней, наверное, как день свадьбы, который ты запоминаешь. И вот он с тобой всю жизнь, ты через всю жизнь его проноишься, потому что ты первый раз среди такого количества своих сверстников. Ты заходишь, садишь за парту. И как бы начинается твой путь учения, твой мир в путь знаний. Нет, первое, конечно, сложновато вспомнить, потому что прошло много времени. Ну, а в целом-то впечатление о школе стало очень хорошее. На Фрунзе была школа женская. Я еще пошла в женскую школу. Фрунзе-Венск, школа номер 5. Вот сейчас ее закрыли. Родителей много, цветов много. Ну, особо не помню, если честно. В общем, мне понравился этот день. Это все-таки начало уже более взрослой жизни. Переход от одной стадии к другой. Вот у меня бабушка тогда отвела в школу. Это было очень давно. И, ну как, радость, веселье. Я помню первую учительницу, 1 сентября, когда я шла с огромными белыми бантами в школу. Было очень классно все. Звали ее Светлана Сергеевна. Вот. Было очень давно, но очень приятно вспоминать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова о фестивале книг. 5 сентября впервые в Самаре у нас пройдет такое вообще масштабное событие. Начнем, наверное, с Евгения, который еще раз обозначит тему барахолки на этом фестивале. Да, все просто. Вы можете прийти, принести книжки. Мы их отберем. Если вы не уверены, у вас их много книг, и вам трудно их как-то доставлять, мы можем выехать. Звоните в галерею Викторию, мы с вами свяжемся. Спасибо. У нас есть телефонный звонок. Давайте принимать. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Что-то сегодня какие-то торопыги все. Друзья, потерпите немножко, повисите нас на телефоне. Мы обязательно вас всех выведем в эфир, кто дозвонился. Ждем звонков по поводу нашего загаданного киновопроса. Ну что, друзья, приглашайте. Камера напротив вас. Как хочется. Дорогие друзья, ждем вас на фестивале книг «Галерея Виктория» по адресу улица Некрасовская, 2. Телефон у нас 277-89-12. Звоните. Уточняйте и приходите. Вход свободный. Вход свободный. Абсолютно. Абсолютно. Есть у нас звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут, милая Барышня? Альбина. Альбина. Альбина, ну давай говори, что читаешь. Ну я люблю классику. Пушкин, Чехов. Также я читаю сейчас по школьной программе все. Все, что нужно. Что нравится? К чему душа лежит? Ну классик вообще не такие. Ну какие-нибудь приключения, например, там ссоры или перефин. Здорово. В каком классе ты учишься, Альбина? В какой класс ты пошла? Я перешла в шестой, только вернулась в линейке. Ну расскажи, как там в школе-то сейчас? Ну нормально, новый мальчик пришел. И уходит в зал. Учительница умолилась. Такая была хорошая. Все новости нам рассказала Альбина. Ну давай сейчас мы посмотрим, заслужил ли ты пригласительные билеты в кино. Что за фильм? Это «Воровка книг». Смотрела? Да. Впечатление на тебя произвел фильм? Да, очень. Понравилось? Да. Ну здорово. Спасибо. Отправляйся на замечательный какой-нибудь фильм, который сейчас идет в киномечте с кем-нибудь вдвоем. Вот так вот, новый мальчик. Как тут? Вот с ним надо. Интересно. Кстати, а вы говорите, вот поколение, которое читает. Читаю, читаю. Марк Твен не самый, как говорится... Худший вариант? Даже отличный вариант. До шестого класса, конечно. Это просто. Я читал, уже институт закончил, я читал Марка Твена и как раз Геккель Берифина. Во! Ну это профессионалы, они рекомендуют. Я думаю, что такого плохого не посоветуют. В любом случае, сегодня мы и про книги поговорили, и 1 сентября вспомнили, и, собственно, хочется, наверное, еще раз вас всех, друзья, пригласить на фестиваль книг 5 сентября галерея Виктория. Но также не забывайте о том, что у нас на телеканале Самарагис сейчас проходит конкурс «Поздравь любимый город» с днем рождения для этого. Все подробности можно узнать у нас в группах и на официальном сайте samaragis.ru. Вам большое спасибо, удачно провести фестиваль, чтобы много было интересных гостей, друзей и книг. Ну а вам, друзья, хочется пожелать, читайте книги, не забрасывайте это дело. Во-первых, писать будете грамотно, а во-вторых, и кругозор свой расширите. Приходите на фестиваль. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова